Сегодня в Челябинске состоится литературно-музыкальный спектакль «Я искала тебя». Зрителям его представят заслуженные артистки России, актрисы театра и кино Ольга Кабо и певица Нина Шацкая. Сегодня Нина Шацкая – гость нашей студии. Нина, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, этот спектакль, как я понимаю, о творчестве Марине Цветаевой, о Марине Цветаевой и её дочери. Вот расскажите немного подробнее об этом спектакле, о чём он? Наверное, скажем так, это спектакль о Марине Цветаевой, даже не столько о её творчестве, это спектакль о женщине и о матери. Обычно в представлении наших современников Марина представляется очень специфической женщиной, очень страстной, очень темпераментной, с какими-то особенными пристрастиями в жизни. Но, как у каждой матери, у неё были особые отношения с детьми, и дочь её, Ариадна Эфрон, очень любила. Ариадна провела долгое время, порядка 16 лет, в заключении, и не знала, что Марина уже нет в живых, она не знала, что мать покончила с собой, и она пронесла сквозь жизнь очень глубокое чувство к матери, она её очень любила. И если бы не усилия Ариадны, то мы бы о Марине Ивановне очень многого не знали, мы бы даже не смогли читать большинство стихов, которые Ариадна сохранила, разыскав все архивы и приложив огромные усилия для того, чтобы были изданы стихи, воспоминания Марины Ивановны. И несмотря на то, что сама Ариадна была очень талантливым поэтом, писателем, она прекрасно рисовала, она всю свою жизнь посвятила тому, чтобы мы узнали как можно больше о Марине Цветаевой. И вот Оля Кабо будет читать воспоминания очень интересные. Ариадна – это проза, это рассказ Ариадны о своей матери, о Марине Ивановне Цветаевой. И в самые напряженные, в самые эмоциональные моменты я буду петь очень красивую музыку, написанную молодым современным композитором Дмитрием Силипановым. В разных жанрах это не только какая-то, это не академическая музыка, это современная музыка, написанная молодым композитором на стихи Марины Цветаевой. И вот я буду олицетворять собой Марину Цветаеву, а Ольга будет рассказывать о Марине словами Ариадны. Нина, скажите, пожалуйста, вообще у кого возникла идея постановки этого спектакля? Дело в том, что ровно год назад фонд Андрюша уже привозил наш первый спектакль с Олей, посвященный Ане Ахматовой. И вот после того, как был поставлен этот спектакль Ахматовский, и он имел большой успех, Ольге родилась идея сделать вот спектакль аналогичный, но посвященный творчеству Марине Цветаевой. И, конечно, это была непростая работа, потому что надо было быстро найти композитор, надо было придумать идею. И, к счастью, наш режиссер, с которым вот эта вторая работа, кстати, кто режиссер? Юлия Жонова, дочка великого нашего актера Георгия Жонова, она поставила и Ахматовский спектакль, и вот теперь эта работа Цветаевская, это тоже работа Юлии Жоновой. Это наша команда Ольга, Юля, я и великие поэты. А как долго шла работа над спектаклем? Стремительно, потому что вот наша Ахматовская работа имела такой успех, что один из центральных главных залов Московских Дом Музыки предложил нам дату премьеры через год. Вот у нас был год. Вообще-то очень быстро так не бывает, потому что пока мы раскачивались, пока мы искали бюджет, время поджимало-поджимало, и я считаю, что это совершеннейшее чудо, и, наверное, это какие-то вот желания самой Марины Ивановны, потому что за полтора месяца была написана музыка Диме Силипановым, и еще за месяц он всю эту музыку сам оркестровал на симфонический оркестр, аранжировал. И еще в течение месяца мы все это записали с великолепным оркестром кинематографии на киностудии «Мосфильмы». Вот этот аудиоспектакль существует, записанный. Так быстро случаются только удивительные вещи, которым суждено быть во что бы то ни стало. Нина, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, здесь вас музыкально поддерживает наш симфонический оркестр Челябинского театра оперы и балета. Хороший оркестр. А как ваши взаимоотношения с ним складывались? Как вы репетировали? Обычно... Вы приезжали сюда? Ну, это же очень профессиональный оркестр. Оперные театры... В оркестрах оперных театров работают люди самого высокого уровня. И вот я приехала на день раньше, мы так обычно с Олей гастролируем. Я приезжаю за день, мы с оркестром репетируем, а на следующий день перед показом уже приезжает Ольга и такая сводная репетиция. Всего два дня. Но ноты, конечно, присылаются раньше оркестру, и он уже готовится. Подготовится. А вот, насколько я понимаю, этот спектакль, он благотворительный, да? Да. А куда вы это? Я хочу сказать отдельно и выразить огромную благодарность вашим челябинским удивительной семье, вашей челябинской, это Косте, Юле Жаботинске, очень редкие люди. Нина, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях у программы «Наше утро» была заслуженная артистка России Нина Шацкая. И можно несколько слов нашим телезрителям? Конечно. Дорогие друзья, приближается Новый год. Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших домах царило счастье, царило любовь, царило взаимопонимание. Поддерживайте друг друга. Давайте поддерживать друг друга. И тогда жизнь наша станет легче, лучше, добрее и прекраснее. А спектакль «Я искала тебя» пройдет сегодня в 19 часов в Театре оперы и балета. Мы вернемся в студию через пару минут. Приходите сегодня к нам. Детский фонд «Андрюша» представляет. Ольгу Кабо и Нину Шацкую. В благотворительном литературно-музыкальном спектакле «Я искала тебя», посвященном Марине Цветаевой. 9 декабря. Театр оперы и балета. Средства от спектакля на поддержку талантливых детей. Билеты в кассах города и по телефону 235-75-55. Ждем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова